С 1 декабря 2022 года для россиян ряд изменений, связанных с квартирами и ипотекой. Рассказываю, что произойдет или уже произошло на рынке недвижимости России в этом месяце. Цены на услуги ЖКХ выросли. С 1 декабря 2022 года в России выросли тарифы на газ, электроэнергию, воду и теплоснабжение, как сообщили в Минэкономразвитии. Предельный уровень индексации тарифов по стране не превысит 9%. Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырос на 323 рубля. Окончательное решение об уровне индексации в каждом регионе определяют местные власти. Следующее повышение тарифов запланировано на 1 июля 2024 года. Платеж вырастет на 248 рублей в месяц. Ужесточаются требования к ипотеке с низким первоначальным взносом. Центробанк с 1 декабря ввел на убавку коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом до 10% в рамках участия в дарьвом строительстве. Строительная компания на первичном рынке жилья активно рекламирует ипотечные программы без первоначального взноса и рассрочку. Но исторические данные банков показывают, что заемщики, которые обращаются за кредитом с низким первоначальным взносом, характеризуются повышенным уровнем кредитного риска, рассказали в ЦБ. В случае роста доли кредитов без первоначального взноса кредитные портфели банков будут более уязвимы к возможным шокам. Принятая мера позволит ограничить практики предоставления кредитов без первоначального взноса и обеспечить рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковской сфере. Последний месяц действия ипотеки с господдержкой. Льготная программа ипотеки господдержка действует до конца 2022 года. Решение о возобновлении программы на текущий момент не принято. Государственная ставка по программе 7%, но в Сбере ее можно снизить. Чтобы получить ипотеку по льготной ставке, нужно заключить кредитный договор до 31 декабря 2022 года. Подписывайтесь на мой канал «Приоритеты с юристом». Поддержите лайком, если было полезно. Все мои контакты и социальные сети найдете по ссылке в описании.